В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. На московский регион надвигаются сильные морозы. Хочется обратиться к нашим пешеходам, которые сейчас в условии гололедицы могут выбегать на проезжую часть. Видно прошел отборочный тур конкурса «Рыцарь года». Все-таки добился своего артиста наш талантливый. Хоть таким образом, но попал на фронт. Молодец. Творческие кружки были организованы для участников проекта «Активное долголетие». Очень приятно, что люди в возрасте могут снова почувствовать в своей среде себя, среди своих ровесников. Непогода, пожалуй, сейчас самая актуальная тема для разговоров. Все обсуждают грядущее похолодание. Что готовит нам природа, известно. А вот как правильно и безопасно вести себя на дорогах водителям и пешеходам, узнал наш корреспондент Юлия Погосьян. В этом году, как говорят в народе, зима выдалась сиротская. Но к выходным температура воздуха опустится до минус 14 градусов. Такого не было с ноября прошлого года. Конечно, люди отвыкли от заморозков. Но пешеходам и водителям в связи с новыми погодными условиями надо вспомнить о безопасном передвижении через дорогу и по дороге. Вплоть до 10 февраля в московском регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега, что приведет к сильному гололеду. Как бы хорошо коммунальщики не очищали дороги и тротуары, людям стоит самим позаботиться о собственной безопасности. Хочется обратиться к нашим пешеходам, которые сейчас в условии гололедицы могут выбегать на проезжую часть дороги. Соответственно, могут подскользнуться, нечаянно упасть. Будьте внимательны, осторожны на дороге при переходе проезжей части. Также снимайте капюшон, будьте бдительны, снимайте наушники. Убедитесь в своей собственной безопасности. Радует, что пока несчастных случаев с участием пешеходов зафиксировано не было. Люди стараются быть внимательнее. Важно помнить, что видимость при осадках затруднена и в темное время суток стоит носить на одежде светоотражающие элементы. Стараемся на зеленый цвет только соблюдать все правила дорожного. Ну что ж, как все, обувь удобная, чтобы не скользящая. Стараемся, но если бы транспорт поближе, бордюры остановились, это другое дело. Иногда бывает дальше, а там скользко. Было случай, я чуть не под колеса попала. Еще внимательнее от непогоды стоит отнестись автолюбителям. В гололед тормозной путь увеличивается в четыре раза. Поэтому следите за скоростью и соблюдайте дистанцию. Правила дорожного движения как-то особенно. Их либо соблюдаешь, либо нет. Но на такой дороге, естественно, надо повнимательнее быть. Главное дело – соблюдать дистанции, чтобы не было аварий на дорогах у нас. Особенно, чтобы люди за свою жизнь не только беспокоились, и, грубо говоря, за других людей тоже беспокоились, которые за рулем. Как правило, люди расслабляются и привыкают к более резким маневрам. А потом наступает неожиданно зима. Такое ощущение, как будто иногда удивляешься, как будто она наступила в августе месяце. Поэтому приходится более аккуратно водить. Ну и думать вперед на много шагов. Особая концентрация внимания водителя должна быть на эстакадах и мостах. Они сильнее подвержены обледенению. И усвоите основные правила при возникновении заноса. Необходимо нажимать плавно на педаль тормоза. Соответственно, нажал – отпустил. Нажал – отпустил. Ни в коем случае нельзя делать резких торможений. Потому что может занести, соответственно, и печальные последствия могут наступить. Самое эффективное – это торможение двигателем. Выжать сцепление. Соответственно, переключиться на пониженную передачу. Двигатель начинает набирать обороты. И, соответственно, происходит остановка автомобиля. И все же, дабы не доводить вождение до заносов, будьте предельно внимательны и аккуратны. Торопиться в этом деле не стоит. Как-никак на машине быстрее, чем пешком. Насладитесь зимой, которая пусть и ненадолго, но заглянула в Подмосковье. Юлия Погайсян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В седьмой школе Видного состоялся отборочный тур конкурса «Рыцарь года». Только четверо молодых человек, представляющих учебные заведения городского округа, смогли пройти в финал. На отборе им необходимо было продемонстрировать артистизм, оригинальность, командную работу и лидерские качества. Все то, что присуще настоящему рыцарю. Имена финалистов узнал Максим Козлов. Посмотрим, кто у нас в рейтинг финал. Мы что, начинали? Конкурс «Рыцарь года» проводится уже на протяжении 24 лет. За это время в нем приняли участие более 4 тысяч учеников. Свыше 100 из них стали победителями и призерами. На отборочном туре все чувствуют ответственность, но атмосфера самая благожелательная. Гады, улыбаемся и мачу. Конечно, основное внимание жюри направлено на соискателя звания «Рыцарь года». Из 12 претендентов в финал выйдут только четверо. Тем не менее, показать себя должен не только главный герой, но и его команда. Члены жюри отмечают, что пройти отборочный тур – задача не из легких. Первоначально смотрят, конечно, на конкурсанта, что он умеет, какими талантами обладает, как чувствует себя на сцене. Потом уже смотрят на работу команды. У нас в районе действительно очень сильные и талантливые ребята. С каждым годом конкурс все интереснее и интереснее. Выступление все качественней. И не просто пройти в финал. По традиции, финал конкурса «Рыцарь года» проводится как грандиозное фееричное шоу. Но и здесь, на предварительном этапе, участники показывают серьезный подход к делу. Все используют декорации и костюмы, световые эффекты и тщательно подобранную музыку. Уже отборочный тур показал высокий уровень подготовки участников. В нынешнем году будет праздноваться 75-е годовщина победы в Великой Отечественной войне. А потому именно военная тема занимает основное место в выступлениях коллективов школ. Со сцены звучат песни и стихи военных лет, письма и воспоминания фронтовиков. Десятиклассник Михаил Бондарев, представитель седьмой школы, один из тех, кто вышел в финал выступления ребят, рассказ о работе фронтовых агитбригад. Все-таки добился своего артиста наш, талантливый. Хоть таким образом, но попал на фронт. Молодец! Михаил учился в музыкальной школе игре на фортепиано, освоил еще и гитару и ударные инструменты. А потому его главной задачей было показать все свои умения. И довольно внушительная команда тоже не подвела. Над номером мы работали около месяца, и еще месяц занимало написание сценария. Состав участников состоит из 30 человек, и каждому отведена важная роль. Всего в этот день на сцене побывало 12 коллективов и порядка 400 молодых артистов. Еще один финалист Федор Астафьев учится в 10 классе развилковской школы. Как позже признался молодой человек, победа ему далась нелегко. Получилось не все, потому что школа не предоставила достаточное количество оборудования. Но в принципе получилось неплохо. Особное волнение не испытывали. Помимо Федора Астафьева и Михаила Бондарева в финал вышли Роберт Шиваян, ученик 10 класса видновской школы номер 5, и Влад Пузырев, ученик 10 класса видновской гимназии. Финал состоится 28 февраля во дворце спорта «Видное». Максим Козлов, Сергей Ларин. «Видное ТВ». Металь к 75-й годовщине Великой Победы вручили жительницы деревни Богданиха Зои Варламовой. Она ребенок войны, все детство трудившейся в колхозе. Приехала поздравить ветерана и наша съемочная группа. Подробности в следующем сюжете. Великая Отечественная война рано сделала многих ребят взрослыми. Одним из таких детей стала Зоя Варламова. На днях Зоя Алексеевна отметила свой 90-й день рождения. Она родилась в Богданихе, была младшей дочкой в семье. Юная Зоя летом помогала родителям работать в колхозе, а зимой училась. Жизнь была спокойной и размеренной, пока 22 июня 1941 года не прозвучала страшная новость о начале войны. Как радио заговорила, такие были ропорты. Война. Ну что, слезы все. В это время Зое было всего 11 лет. В военные годы она усердно трудилась в колхозе. Учиться времени уже не было. Зоя Алексеевна прекрасно помнит это время. Все работали. Голодали. В войну голодали. И после войны голодали. Еще хуже. В колхозе давали одни палочки. Все давали. Три мешка картошки и три мешка капусты. На все взиму, пожалуйста, отработала. И ничего. Больше ничего не давали. Нечего. В колхозе не было ничего. После военное время было не менее голодным. Зоя Варламова продолжала работать в колхозе до 1963 года. Это время свою молодость она считает счастливым. С улыбкой вспоминает и работу на молотилках, куда посылали самых крепких. Звеневой была. И на нас только колхоз одержался, на молодых. Тогда мужиков-то не было. А мы одни пололи, собирали. Именно в то время она и встретила своего будущего мужа Алексея, который приезжал к ним на танцы в клуб. Он работал на московском коксогазовом заводе, за что получил квартиру в городе, куда и переехал Зоя. Получил, когда у нас были бараки, в бараках получил. Потом на видном дали. В день рождения Зоя Алексеевне вручили медаль к 75-летию Великой Победы, подарки и письма от президента Российской Федерации Владимира Путина и администрации Ленинского района. Несмотря на тяжелое детство, она осталась добрым и позитивным человеком. Жизнь свою считает ничем не хуже, чем у других. Счастья всем желаю. Никогда не ругаюсь. И ни с кем я не поругалась. Главным в жизни Зоя Варламова считает работу. Несмотря на возраст, она до сих пор трудится на своем приусадебном участке. В 90 лет у нее одна мечта – жить и радовать родных людей. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Сотрудники УМВД России по Ленинскому району раскрыли серию краж из автомобилей. В дежурную часть поступило заявление от местной жительницы о том, что по улице Донбасской на неохраняемой стоянке неизвестные разбили стекло ее иномарки и похитили автомобильную магнитолу. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении преступления был задержан ранее судимый 35-летний местный житель. В настоящее время следствием установлена причастность задержанного к пяти аналогичным эпизодам, также произошедшим на территории Ленинского округа. Общая сумма ущерба составила более 76 тысяч рублей. По данным фактам, следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело по статье 158 кража Уголовного кодекса Российской Федерации. По ней предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанному Видновским городским судом избрано мера пресечения в виде заключения под стражем. Проект «Активное долголетие» – это не только интереснейшие экскурсии, спортивные и общеразвивающие занятия, но и множество творческих кружков и мастер-классов. Здесь поют и танцуют, рисуют и лепят, шьют и мастерят. Наша съемочная группа узнала, каким премудростям можно научиться на таких занятиях. Два раза в неделю по вторникам и четвергам участники программы «Активное долголетие. Любящие рукоделие» приходят на занятия клуба «Лоскутик» в Центр соцобслуживания «Вера». На данный момент в Центре «Вера» функционирует семь творческих кружков. Этот клуб организован на платформе Центра «Вера» серебряным волонтером Пешковой Анной Павловной. Она возглавила этот клуб, собрала вокруг себя людей. Ниткография, тимари, плетение салфеток на рамке – здесь осваивают эти и многие другие виды декоративно-прикладного творчества. Здесь можно было встретить единомышленников, людей, которые близки тебе по духу. Это очень приятно, конечно. И, в общем-то, что-то научиться делать руками. Замечательная идея. Очень приятно, что люди в возрасте могут снова почувствовать в своей среде себя, среди своих ровесников. Это простой ниточкой вышивается на бумаге. Еще у меня осталось в уголочке сделать, оформить рамочку и можно вставлять под стекло. Участники клуба уверяют, их занятие – настоящее сотворчество, где поучиться можно не только у педагога, но и у соседей по столу. А тем временем в Видомском доме культуры пенсионеры осваивают народные промыслы. Эта неделя посвящена хохломе. Идет цикл лекций. Сначала мы прошли дымку. Ну, то есть от более простого идем к более сложному. Дальше пойдет у нас городец, жостов. Занятия построены по принципу «от простого к сложному». Сначала работают с рисунком на плоскости. Затем приступают к росписи объемных вещей. Лидия Митрофановна Акимова пришла на занятие в первый раз и сразу поняла – именно такого творчества не хватало в ее жизни. Мне очень нравится. Я буду ходить обязательно. Занятия клубов «Лос Кутик» и «Народные промыслы» проходят по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов. Записаться можно в Центре социального обслуживания «Вера» или в клубе «Активное долголетие» в районном Доме культуры. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»